Мы обычно 12-й шаг, мы же будем всегда что-нибудь сделать из того, только то, что мы видим и только то, что мы слышим. И мы часто 12-й шаг сводим к тому, что это помощь алкоголикам. Да, вот это я хожу в наркологию, я делаю 12-й шаг. На самом деле это не так. 12-й шаг говорит, достигнув духовного пробуждения, мы применяли эти принципы во всех наших делах. И только дальше несли наши идеи другим алкоголикам. Поэтому я не могу сама достичь никакого духовного пробуждения. Если я не живу внутри программы, у меня не будет духовных пробуждений. Мне трудно вообще взаимодействовать с духовными пробуждениями. Дон Придс говорит, духовные пробуждения не бывают безболезненными. Это неприятно. Духовное пробуждение, и ты всегда видишь, что ты какой-то кривенький. И тебя это не радует. И ты можешь это увидеть любую минуту вообще. Вот в любую минуту раз, и болезнь показала зубы. Потому что она хроническая, она сидит внутри. И она никак от тебя не зависит от того, что ты там делаешь. Она сама по себе развивается. Очень часто говорят, что я тут... Ты лежала, да, Таня? Все нормально. Аланон бдит, Аланон рядом. Спасибо, Аланон. И это... Потому что я-то забыла, честное слово. Боже, прости меня. И она отжимается сама. Болезнь сама, а у нее своя, свой режим жизни. Она сама растет, она сама отжимается. Я занимаюсь движением к Богу, а она занимается поисками новых путей, как свернуть мне шею. И она опытнее, она правильнее, она быстрее, она коварнее. Я иногда думала... Ну, вот слышишь, когда говорят, болезнь хитрая и коварна. И я раньше думала, ну, это вообще как... Это болезнь. Как она может быть хитрой и коварной? Она действительно хитрая и коварна. Она такие веревки из нас вьет. И видеть это ты начинаешь уже потихонечку со временем. Да, вот много кого вы услышите, кто в самом начале пришел и дал Бог трезвость, и все хорошо, и все отлично, а потом оп-оп-оп-оп, и апа, и все, и жить невозможно. И трезвый, и вроде бы и все отлично, а на самом деле хочется всех сжечь нахер. Чем быстрее, тем лучше. Поэтому если не жить внутри всего комплекса... Программа – это комплекс выздоровления. Это как бы рецепт. Книга – это рецепт. Это рецепт приготовления. Я обычно беру за пример борщ, когда отдаешь подопечным, я говорю, что вот это рецепт приготовления борща. Для того, чтобы тебе надо... Чтобы он был приготовлен, это надо делать. Это надо не знать, как готовить борщ, потому что ты умрешь с голоду, зная это. Надо не знать рецепт наизусть, потому что ты тоже умрешь с голоду, зная рецепт. Надо вставать, брать кастрюлю, наливать воды, класть туда мясо, крошить овощи в определенной последовательности, в той, которая здесь сказана, потому что здесь сказано, как именно мы делали, попробуйте сделать то же самое. И когда ты научился готовить основу, ты научился готовить борщ, потом это борщ каждого. Ты можешь положить туда хоть изюм. Если ты научился готовить борщ, это твой борщ, делай с ним, что хочешь. Здесь вот как раз в рамках 11 шага потом сказано, что иди и делай все, что считаешь нужным. Если ко мне придет подопечная в самом начале, когда она только заходит в программу, и мы, допустим, читаем с ней рассказ Билла, и она скажет, что я пойду еще к психологу, я скажу ей, выбирай. Выбирай. Или мы двигаемся с тобой внутри программы сейчас, внутри книги, и потом ты пойдешь к психологу. Или наоборот, если ты сейчас идешь к психологу, мы не двигаемся с тобой внутри книги, потому что тебя начнет завязывать в узел. Ты приходишь к психологу, он говорит, возьми себя в руки, прими решение, сделай это, визуализируй задачу, ну и все. А книга говорит, нахер все отправь, не делай ни хера. Да, опа, и ты в ауте. Поэтому, ну, куда-то, да. А книга говорит, что если ты пришел внутри книги, внутри программы вот в эту точку, можешь идти к психологу, можешь идти куда угодно, потому что у тебя есть основа. Этот борщ у тебя уже есть. И тебя уже столкнуть невозможно. Ты будешь с Божьей помощью брать только то, что тебе будет полезно. Ты не будешь лезть во все, да. Поэтому это, ну, это комплекс, в котором стоит жить и применять это постоянно. И тогда у тебя есть шанс жить нормально, и каждый раз для тебя что-то открывается. Каждый раз ты находишь себя в каком-то неприятном месте, где ты думал уже вроде все с тобой в порядке, а на самом деле никакого порядка там нет. Как только ты отпустил руку Бога, ты вернулся сразу. Поэтому 12-й шаг – это место, где я живу. Это то, что вот я применяю везде, во всех моих делах, во всех отношениях с людьми, потому что мы тоже часто склонны сводить отношения только к близким отношениям. Есть отношения близкие, значит, это отношения. Если мы там с Танюхой приехали, у нас нет никаких отношений. Любые человеческие отношения – это отношения. На дороге, в коллективе, на улице, где угодно – это всегда отношения. И комплекс этих 12 шагов – он про то, как я живу. Это мои взаимоотношения вообще с этим внешним миром, с людьми и вся моя жизнь. И, конечно, это часть того, что связано с программой выздоровления, то, что я отдаю. Да, естественно, то, что я отдаю подопечным, то, что я отдаю тем, кто еще страдает, это тоже я делаю для себя. Я не делаю это потому, что моя задача, я тут мессия какая-то, богом поставленная, и моя задача – спасать мир. Это не моя задача, это задача бога – следить за этим миром. Да, моя задача – спокойно делиться тем, что у меня есть. В рамках 11 шага вот эти действия перечислены, да, я много раз в день останавливаюсь и прошу Бога о том, чтобы он помог мне, помню, что я не управляю этим миром. И там написано дальше – от этого уменьшается опасность возникновения волнений, злобы, страхов, совершения необдуманных поступков. Да, мы не расходуем энергию, как раньше там написано. От этого, не от того, что я понимаю, теперь моя миссия – ехать в Магнитогорск, кого-то спасать. Нет, это дают возможность мне оставаться трезвой. То есть есть люди с более-менее нормальной головой, которым не надо ехать в Магнитогорск, они в Москве пошли, поделились и выздоравливают. Такая голова, как моя, мне говорят, не, Валя, не проканает, давай катись куда-нибудь. Потому что это нужна мне помощь, это не кому-то я несу эту помощь. И самое главное, что мы же начинаем ее причинять, мы начинаем ее, мы заставлять начинаем людей, особенно близких людей мы начинаем заставлять меняться. Мы начинаем заставлять меняться людей, которые, вот у нас там в рекомендованных главах написано, что муж, который пришел и начал осваивать духовную жизнь, приходит к жене, которая всю жизнь ходила в храм, и у нее какие-то свои взаимоотношения с религией и с Богом, и он ей начинает говорить, слышь, ты все перепутала, подруга, давай-ка меняйся. Да, 20 лет жрал где-то, неизвестно где был, теперь пришел, говорит, теперь я знаю, как вы должны быть духовный путь у человека. Я нашел, и ты идешь этой дорогой. Это на самом деле очень трудная штука, вот это для нас, убраться отсюда. Это не моя часть, жизнь другого человека. Я не знаю, кому и как надо выздоравливать. Книга в самом начале, она начинается с того, что она говорит, нет догм, нет догм, нет никаких правил, нет никаких железобетонных каких-то устоев, и нет монополии. У меня нет монополии на то, чтобы кого-то куда-то везти. Да, я стрелочник. Моя задача стрелку переключить. Да, вот пришел человек, я показала, вот тут вот дорога. Ты туда пойдешь, у тебя все будет хорошо. Я тебя туда не поведу, потому что у меня своя дорога. Да, там прямо написано, что вы и ваш подопечный каждый своей дорогой, потому что все люди на этой земле разные. Все абсолютно. Мы начинаем сравнивать себя с другим человеком. Это очень печально выглядит, потому что даже критериев для сравнения нет. Это как будто ты сравниваешь коричневое и железное. Невозможно. Да, потому что одного человека эта рекомендация поднимет и поможет. Есть куча людей, которые, например, пользуются рекомендацией реабилитационного центра. Это не рекомендации, книги анонимных алкоголиков, которые говорят, ничего не надо менять в первый год. Да, если ты не работаешь, тебе не надо работать. Если ты работаешь, тебе нельзя увольняться. Хер ее знает, потому что одному человеку, если он не работает, и ему начать работать, он сдохнет. Другому, если не начать, он помрет. Бог ее знает. Это задача каждого человека. Это моя задача спросить, что делать мне. Я не знаю, что делать моей подопечной. Да, потому что я даже не знаю, что делать мне. Откуда я могу знать, что делать ей? Я понятия не имею. И очень важно, что это не только в рамках взаимоотношений с подопечными, это в рамках семьи то же самое. Я тоже не знаю. Я только думаю, что знаю. Очень часто мы думаем, что мы знаем, тебе лучше бы так, тебе туда идти, тебе сюда. Куда я знаю? Я понятия не имею, кому куда идти. Поэтому задача 12 шага – это применять эти принципы во всех наших делах. Эти все принципы. Все 12 шагов. Нельзя лечить заболевания каким-то определенным набором, частью комплекса. Не бывает. Чак Чемберлин говорит, программа, ну вот книга говорит, полумеры ничем не помогли нам. Он говорит, она там не говорит, что полумеры помогли нам на 50%. Да, мы сделали половину, получили половину. Нет. Даже если мы сделали 95%, мы получили ноль. Да, потому что есть комплекс лечения. Да, мне сказано, что для того, чтобы мое воспаление легких меня не тревожило. Мне надо утром пить желтенькие таблетки, три раза в день красненькие после еды, вечером синенькие. Каждый день ходить на уколы и в три дня раз на прогревание. Если я все это делаю, у меня все в порядке. Да, я как делаю? Я же думаю, ну а что три раза в день после еды, а я два раза ем. Да, или четыре, я. Я четыре, например, ем. Или четыре надо выпить. Я выпью. Вот эти синенькие, они вообще не работают. Они не нужны. Я не буду их пить. Да, на уколы я тоже хожу. Ну, к этой медсестре не хожу. У нее вообще тяжелая рука. Я через день. Да, а вот это подышать картошечкой можно. Чего три дня ходить раз на прогревание, да? То же же поле картошечкой я потом сварю, да, как-нибудь, когда-нибудь. Значит, это лишнее это дело. Да, потом я получаю то, что я получаю. Да, и я жалую, что это не подходит, мне не работает, мне тяжело жить. Мне всегда будет тяжело жить, если я живу со своей головой. Я всегда ищу какие-то... Мы пытались придерживаться старых представлений, написанных в книге, да? Мы ищем какие-то легкие пути. Это обман нашей головы. Самый легкий путь вот в этой книге. Вот самый легкий. Вообще легче нету. Бог делает все. И морочится спонсор. Да, а я жила шикарно. Нет, мне надо самой поморочиться, самой что-то сделать и помереть нахер. Да, поэтому на самом деле 12-й шаг, если ты потихонечку пришел внутрь 12-го шага, ты, если честно, шел, ты вот эти у тебя, те навыки, которые ты принес сюда, ты их будешь беречь, потому что будет вот внутри уже, честно придет какое-то понимание, Бог как-то его кладет, что ты один не справишься. Ты одна опять пойдешь вот в ту помойку, в которой ты была. Да, тебе надо, пусть этот Бог сам делает, как знает, пусть этот спонсор городит, что попало. Главное, чтобы у меня все было хорошо. И ты потихоньку живешь внутри этого 12-го шага, и тогда ты не 10-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, даже не то, что 9-й вообще с первого, но в рамках 9-го, начиная жить благодаря этим всем шагам, ты пытаешься отдавать близким то, что у тебя сегодня есть. У тебя немного есть на самом деле, но Бог дает много. От тебя не требуются великие вещи. Тебе не надо там купить близкому виллу на Канарах. Вот не ставит тебе такие задачи Бог. Он всего-навсего говорит, что ты просто общаешься с близким, послушать его. Это крайне трудно, мы вообще слушать не умеем. Почему у нас на собраниях вот такие вот эти рамки, да, что мы никого не перебиваем, мы еще каждое собрание напоминаем об этом всегда. У нас 3 минуты, стой, 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 потому что мы нас не остановишь, мы же только вот это, я, 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 все. Все, причем, если послушать, если вот самого себя когда-нибудь послушать, когда ты, что ты городишь, ты оглохнешь, потому что ты сам себе противоречишь. Ты это говоришь, что в это веришь, в это, охренеть. Да, ты веришь в то, чего нет. Вообще. И, конечно, эти духовные пробуждения, они очень болезненные. Я вот, меня прямо уложил пример, который, когда я, у меня товарища, ну, ухажер, скажем так, и он зовет меня на обед, да, и я перед этим видела его раза два или три даже на автомобиле, да, и мы с ним встречаемся, он говорит, давай на Ленинградке, я говорю, давай, хорошо, ты уже приехала, да, я уже приехала, он говорит, сейчас я поверну. И он поворачивает, я жду Лексус. Я видела три раза или два раза, я видела Лексус. Он поворачивает на Мерседесе. Ну, я думаю, ну, ладно, обеспеченный человек, наверное, у него два автомобиля. А потом я смотрю, а номера совпадают. Ну, уже сегодня даже моя голова, она не начинает придумывать, что он там номера из-за меня перевешивает или что-то там, она уже притормаживает. Я в ауте. Я, вот это очень неприятное пробуждение. То есть я два раза встречалась с этим человеком, видел этот автомобиль. Я, где я была вообще? Ну, в каком месте я была? Потому что если бы Гулька со мной была, и она бы говорила, что да был в прошлый раз, Валя, Мерседес. Да я бы до хрипоты ей доказывала, что моим глазам не надо свидетелей. Я сама лично видела Лексус. Я не знаю, откуда взялся Мерседес. Блять, мне доказывать некому было, потому что я была одна. Это очень неприятно, когда ты начинаешь понимать, что твоим глазам не только свидетели нужны, твоим глазам вообще, ну, ты вообще в ауте живешь. Тебя нет абсолютно. Да, мы так общаемся. Мы так общаемся дома. Да, когда ребенок приходит к маме и говорит, мам, завтра собрание в школе в семь часов. Мама говорит, конечно, да, да, все хорошо. Потом на следующий день ребенок говорит, мам, а собрание? Какое собрание? Ну, собрание в семь часов сегодня. А почему ты мне не сказал? Ребенок ведь убьется доказывать, что я тебе мама говорил. Да, потому что мама скажет, нет, ну ты что-то сказал, что будет собрание. Ты не сказал когда и не сказал во сколько. Да, то есть все. Ну, у него даже, у него даже шанса нет. В какой-то... Потому что я верю, ты что? Я еще программная тут. Да, я как бы теперь сегодня выздоравливаю. Мы пропускаем, все мимо. Да, все поужинали. Супруг оставил чай, пусть постоит. Остынет, я приду выпью. Хорошо, хорошо. Чук-чук, хуяк, вымыла, все убрала. Пришел. А где чай? Какой чай? Я тут чай оставляю. Ну, я хрен ее знает, все, да. Оп-чук, ведро ушат. Уноси, не знаю, куда-нибудь наливай, сейф закрывай. Ну, делай что-нибудь для себя. Что ты от меня требуешь? Все. Это в каждом мгновении, в каждом моменте жизни, да, нельзя. Мне подопечные говорят, нет, у меня вот тут все хорошо, вот тут все хорошо, вот тут нехорошо. Так не бывает. Если у меня вот тут нехорошо, у меня везде нехорошо. Я не могу вот тут напиться, а вот сюда прийти трезво. Так не бывает. Я вот, ну, постоянно норови же что-нибудь себе какой-нибудь, какой-нибудь люфтик создать, да, там, что-нибудь придумать, там, надо куда-то ехать. Ой, мне не надо ехать. Можно я и... Сразу какое-то оправдание рождается, почему надо сказать, почему я не буду этого делать, или почему я это делаю, да. Стоп, стоп, потому что я здесь начинаю приводить оправдание, я пойду дальше, я не могу остановиться на одной рюмке. Я не умею. У меня нет ресурса. Я буду пить. Если я знаю, что... Вот то, о чем Танюха рассказывала в «Одиннадцатом шаге», да, что или я вот здесь, стоп, стоп, боже, или я нахлебаюсь и все разнесу. Да, у меня есть там какая-то задача на работе, мне надо поговорить с начальником, и если я хожу и кручу, это там в голове, что мне надо, даже я не кручу, а я вот решила, нет, мне надо поговорить с начальником, потому что это моя ответственность, это работа, и я должна пойти и поговорить. В итоге я разругаюсь, да, потому что я начну продавливать. Это не мое дело, с кем мне и когда разговаривать, это Божья работа. Мое дело делать то, что я делаю здесь, сейчас. Если я живу внутри этого, я нормально живу. 12-й шаг – это комплекс всех шагов. Невозможно жить только на красненьких или на синеньких таблетках. Нельзя жить на уколах, даже если я решила, что теперь я хрен с ним, с этой тяжелой рукой у медсестры, я буду ходить на уколы два раза в день, потому что они лучше, чем таблетки. Все, я убьюсь. У меня есть задача делать только то, что надо делать. Мы очень часто тащим себя в духовность. Прямо за шиворот берем и тащим. Я иногда говорю подопечной, ты ни хера не делаешь. И она говорит, нет, ты не понимаешь, спонсор, я все делаю. И знаете, ведь она правду говорит. Особенно человек, который настрадался, 8 лет жил, 10 лет, и пришел, и потихоньку программу берет. Она правду говорит, она очень много делает. То есть, допустим, у меня горло болит, и мне говорят, тебе надо полоскать горло горло, раствором соды и соли в определенных пропорциях, температурой, ну я не знаю, там, 45 градусов, 35 градусов. Да? И я уже настрадавшаяся, намучившаяся, я готова это делать, я готова соблюдать. Я поеду в Челябинск, куплю хорошие соли, которые, сказали, важные. Закажу в Уфу правильной соды, потому что мне там кто-то порекомендовал, и спереди ушедших они знают. Закажу на Алиэкспрессе градусник, который до сотых долей показывает температуру, да, и я намесила этой соды, соли, померила, температура, все совпадает. Я буду, где я буду полоскать? Я буду полоскать в комнате. Я прихожу в комнату, нет, неудобно в комнате, в комнате неудобно, пойду полоскать на балкон. Вот, точно, на балконе был. Не, на балконе что-то ветер вообще как-то хреново. На кухне, на кухне надо, точно. Я прихожу на кухню, ой, какая я глупая, надо же в ванной. Самое удобное место-то, вот что я сразу-то, ой, боже, какая я глупая. Я прихожу в ванну, температура жидкости для полоскания изменилась. Пока я ходила, она остыла. А я готова делать все честно, как сказали, поэтому мне нужно пойти и развести новый раствор. Я иду и развожу новый раствор, и опять я иду, пока он не остыл, до ванной дохожу, опять закончилась сода и соль. Блядь, я делаю невероятное количество действий. Я ни разу не пополоскала горло. Это единственное, чего я не сделала. А все остальное я делаю без коня, меня не остановишь. Я делаю очень много. Очень много. И это не работает. Да, и потом мы начинаем надрываться, мы начинаем жаловаться, что это ваша программа, она задолбала. Я делаю все, у меня ничего не меняется. Потому что очень много идей. Потому что реально в программе все очень просто. И можно достаточно, вот одно этой книги сказано там, и это правда. Если я потихоньку начинаю с самого простого уровня, в книге сказано, можно начать с самого простого уровня. Мы долго очень ищем ответы, как правильно это сделать. Вместо того, чтобы начать и пробовать. Да, нельзя сесть на велосипед, не может ребенок сесть и сразу поехать. Да, он садится и учится. Любой из нас. Никто не поехал сходу. Да, кто-то быстрее научился, кто-то медленнее. Но каждый учился. Любой процесс, это процесс обучения. Для того, чтобы ты что-то там смог делать, надо научиться. И в нашем случае, даже если я вот научилась ездить на этом велосипеде, да, и теперь умею, если я не кручу педали сегодня, я упаду с него тоже. Да, этот навык, вот этот, он мне помогает. Если я сегодня не живу сейчас внутри 12-го шага, ну, внутри шагов, вернее, даже не 12-го, о чем Таня говорит, нельзя наесться на год, диабетик не ставит, инсулин себе там наперед на сколько-то времени, да, нельзя надышаться или поспать на перспективу. Ты можешь делать это только здесь и сейчас. И в этом и заключается вся программа. Здесь и сейчас я делаю очень простые вещи. Для меня, например, вот вся программа, она сводится к двум действиям. Остановись и позови Бога. Все. Остановись, позови Бога. Остановись, позови Бога. Все. Для того, чтобы, потому что, когда ты остановился, ты вернулся здесь сейчас. Всегда. Да, позвал Бога, Бог всегда здесь есть. Всегда. И Он всегда направит тебя туда, куда тебе надо. Да, всегда. Потому что, мне вот спонсор часто говорит, он говорит, надо Богу формулировать твои какие-то эти, ну, озвучивать. А я не я путаюсь. Я начинаю озвучивать, и все, и я уже стою. Слышь, Бог, у тебя вот райдер. Ты давай как-то энергичнее исполняй. Вот про это не забудь, и вот это учти. Потому что это важно для моей жизни. Ты же сам меня тут поставил. Я же тебе тут зачем-то нужна, да? То есть, я махом путаюсь. Я, я поэтому встаю на колени, например, когда я обращаюсь к Богу утром и вечером, я встаю на колени. Не потому что, я не рекомендую подопечным, например, вставать на колени или не вставать. Я делаю это для себя. Потому что, когда я встаю на колени, у меня есть понимание, кто Бог, кто пьянь. Я не обращаюсь к Богу с точки зрения Бог. Давай, реализуй мои задачи, потому что ты же понимаешь, что я знаю, как лучше. Да и все. Потому что, это, я очень часто могу поймать себя на том, что я, например, в молитве третьего шага или в молитве о душевном покое могу перепутать субординацию. Да, я могу молиться, Боже, помоги мне принять то, что ты не в силах изменить. Да, это сплошь и рядом, да. Я, претензии у меня к Богу. В третьем шаге тоже я могу сказать ему, что я предаю тебя себе. Да, ты Бог. Учти. Поэтому мне приходится просить Бога, чтобы Он помог мне слушать себя, потому что моя голова, она коварная, она раз, 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 я-то верю в одно, а она выдает совсем другое. Она обманывает меня, и я верю в это. И мне необходимо помнить о том, что я не Бог. В рамках беседы с человеком, который, там, кстати, в главе в 12 шаге дважды сказано, что он уже больше помог тебе, чем ты ему. Да, новичок? А мы приходим там в какую-то наркологию и начинаем всем рассказывать, вот вам надо идти в анонимные алкоголики. Кто, блядь, Бог мне письмо написал с утра? Откуда я знаю, куда им надо всем? Я не знаю, да? Ну, я пришла, и я вот вещаю. Это часть моей программы выздоровления. Доктор Силки говорит, мы разрешили Биллу это делать, потому что, выполняя одну из частей своей программы, он должен отдавать эти идеи другому алкоголику. Своей. Да, и это работает для меня, когда с утра мне подопечная позвонила первое утром, и я ей сказала, зови Бога, потом вторая, зови Бога, потом третья, зови Бога, к пятой я остановлюсь, скажу, слушай, Бог, а что я делаю вообще, да? Потому что, мы же очень быстро расскажем, кому как надо поступать. У меня главное, наверное, выражение мое, я постоянно подопечным рассказываю, какую херню я делаю. Не надо, не делай, как спонсор делает. Делай, как спонсор говорит. Да, потому что расскажу я грамотно, но я тут же встала и выпала в осанк. Да, у меня племянник вот забухал, и он рассказывает, что, вернее, а он надо ему ребенка забрать из больницы, внука, сестры приехал, бабушки, дедушки, и его положили в больницу. А этот бухой звонит мне и говорит, я как будто с собой поговорила, он звонит мне и говорит, пять дней в запое, блин, ты где? Классно, да? Ты где? Я говорю, на наставнической набережной, дом 17. Потому что я на заправке стою. Он говорит, ой, я хотела сказать, когда ты будешь на нашей территории? А я думаю, ну, запил, хотел со мной поговорить. Мы с ним уже предварительно разговаривали, он зашел в сообщество, вышел, сказал, у меня нет проблем. И, ну, нет, извини, значит, нет, ничего страшного. и ушел в запой на пять дней. И я думаю, он про себя и слышу, как он мне говорит, надо же, мне-то его не отдают, надо же его забрать. Кого, блядь? Ну, ребенка. Он приехал пьяный в больницу и ребенка ему не отдают, хотя ребенка 14. Я все знаю об этой болезни, но я тут же слышу, как я говорю ему, так жрать меньше надо. Я, я говорю ему, жрать меньше надо. Блядь, он разве может это сделать? Ну, ты чего не жрала меньше-то? Чего ты ходишь в анонимный? Да, то есть, оп, и я махом уже в другой точке, да, я, ой, ой, боже, стой, стой, помоги мне, пожалуйста. То есть, я не знаю, кому и куда идти, моя задача следить за мной. И это всегда привлекательность наших идей, а не пропаганда. Билл не услышал того, что пришел рассказать ему Эбби. Он долго что-то рассказывал, Билл сказал, ой, он гонит, короче, что он у него дур, как теперь у него какая-то религия. В общем, парень совсем ебанулся. Господи, прости. А, это, а, он на самом деле увидел, он увидел, пришел Эбби, и выглядел он по-другому. Что-то было в его глазах. Да? И он отказался бухать. Он отказался с ним пить. Поэтому, когда мы вступаем в какие-то терки, в какие-то взаимоотношения с близкими или на работе, да, постоянно мы так себя ведем, а потом вдруг мы с Богом не вступаем. Нашим близким очень интересно, слушай, а с кем поскандалить? Да, и нас еще какое-то время пытаются, а потом ты не участвуешь в этом и близкий перестает. Да, как эти рисуют психологи этот круг, вот этот, ну, круг, я как бы, да, пришагавший в сообщество, да, и мои взаимоотношения с людьми, это куча еще кружков, которые соприкасаются с моим кругом, да, и я меняюсь, эти круги тоже попадают в эту тему, да, кто-то не попадает, он отваливается, тоже бывает, но Бог моща обычно меняет, очень много вещей происходит, когда люди начинают по-другому себя вести, на работе, дома, на улице, где угодно, у меня меняется реакция, поэтому двенадцатый шаг это комплекс, живем внутри, живем отлично, живем во всех шагах, отлично живем, вообще без проблем, независимо от обстоятельств, как говорит Сэнди Бич, будут происходить какие-то события, которые мне не нравятся, они не нравятся мне спокойно, потому что мы-то требуем, вот я живу теперь в двенадцати шагах, все кругом ромашки должны цвести, и пахнуть розочками, все отлично должно быть, да, разные, жизнь несет разные события, но мы реагируем на них спокойно, ну что-то я куда-то заболталась, я по-моему, не? Да, мне нормально, все, 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 я Татьяна, что алкоголика, всем привет, вы знаете, я очень долго не могла понять формулировку двенадцатого шага, когда поняла, я увидела там три вещи, мне говорят о трех вещах, первая вещь, достигнуть духовного пробуждения, как результат этих шагов, предполагается, что я прошла шаги, я проснулась, ну я ничего не могу, я как маленький ребенок, я начинаю жить заново, да, духовное пробуждение, что такое духовное пробуждение для меня, у меня не было никакого мгновенного духовного пробуждения, у меня было огромное количество духовных пробуждений, и они продолжают происходить, это когда я понимаю, что-то офигеть какое простое, и вот это вот удивительно, меня каждый раз это поражает, я много раз это слышала, и вдруг что-то происходит, когда знание из моей головы проваливается в мое сердце, и я начинаю это понимать, мне даже стыдно говорить об этом, потому что я вдруг понимаю какую-то абсолютно простую и очевидную вещь, это знаете, как будто я всю жизнь, например, знала, что вода мокрая, и вдруг в какой-то момент, вот меня берут так вот выливать ведро воды, я так, блин, а вода-то мокрая, я начинаю чувствовать это другим местом, да, поэтому это нормально, у меня постоянно какие-то духовные пробуждения, каждый раз, когда я читаю эту книгу с другим человеком, что-то выскакивает на меня, вот это потрясающий процесс, очень интересный, вторая часть, пытались нести эту весть, какую весть несем мы в сообществе Алану, ну, в общем, просто, мы можем быть счастливы, вне зависимости от того, убьют наши близкие или нет, как я несу эту весть, я просто рассказываю свою историю, и моя история, это то, что было, то, что я сделала, и что я получила, я рассказываю о себе, понимаете, мне как будто после прохождения шагов, вот выдают такую котомку, в которой лежат семена, и говорят, Тань, отныне ты сеятель, ты идешь по этому миру, да, и разбрасываешь эти семена, чего с этими семенами, не твое собачье дело, Бог будет проращивать эти семена, тебе думать об этом не надо, Эбби пришел к Биллу, рассказал ему об этой программе, Билл был не готов, но когда он оказался в больнице, и когда ему сказали, что через полгода, он либо сойдет с ума, либо похоронит, тогда-то эти семена и дали корни, да, и у него пришла готовность действовать, Билл Биллсом пришел к доктору Бобу, рассказал ему об этой программе, доктор Боб был не готов делать девятый шаг, так и он пошел бухать, и это дало ему готовность действовать, да, он вышел из больницы, в течение одного дня объездил всех своих бывших клиентов, и сказал им об этом, да, о том, что он сожалеет, поэтому это делает Бог, да, я нашла путь к Богу, я могу показать его другому человеку, но привести другого человека к Богу, это нет, нет, показать могу, это не зависит от меня вообще, вот спонсорство, работа с другими, на необыкновенно меня уменьшила, вот тогда-то как бы я и начала выздоравливать, и третья часть одиннадцатого шага, и применять эти принципы во всех своих делах, ну, как-то многие путают, да, глава седьмая, работая с другими, а после этой главы идет еще четыре главы, которые рассказывают мне о том, как же применять эти принципы в своих делах, это обращение к женам, к работодателям, новое отношение в семье, заглянем в наше будущее, это четкая инструкция, как мне теперь, прошедшие 12 шагов, начинать действовать, да, например, обращение к женам, да, первое условие таковое, никогда не раздражаться, может ли человек, не прошедший 12 шагов, не раздражаться, скажи жене алкоголика, тебе надо не раздражаться, да, она не может этого сделать, но при условии, что она будет применять принципы 10 и 11 шага, это произойдет в ее жизни, но только после прохождения шагов, поэтому, когда я беру человека в шаги, да, моя задача, я ее останавливаю, да, что мне делать, пройти шаги, слушай, а может быть мне перестать, пройди шаги, а может быть мне выгнать, пройди шаги, погоди, ты не можешь еще ничего, пока шаги не пройдены, подожди, направь свою силу воли, да, свои усилия, свое время на процесс прохождения по шагам, потом мы займемся всем этим, тем не менее, когда я беру женщину, которая продолжает жить с действующим алкоголиком, я даю ей рекомендацию, самостоятельно прочитать главу обращения к женам, подчеркнуть те вещи, которые нельзя делать в отношении алкоголика, и я ей сразу говорю, у тебя не получится так себя вести, но по крайней мере, у тебя будут уже какие-то ориентиры, ты будешь знать, к чему стремиться, не расстраивайся, ты не сможешь так себя вести, вот, у нас программа не о том, помогать или не помогать другим людям, у нас написано, вся программа 12 шагов, о том, как помогать другим людям, но есть великий духовный принцип, подождите, пока вас попросят, нельзя помочь человеку, который не понимает свои проблемы, это первый шаг, который не готов действовать в отношении, это все остальные, нельзя помочь человеку, человек может думать, что он готов, но потом выясняется, что нет, поэтому моя задача, просто нести эту весть, просто делиться, потому что у нас сказано, наше сообщество очень простое, в основе своей базируется на том, что один человек делится с другим человеком, и то же самое я делаю на группах, да, в Аллануне, то же самое я делаю с подопечными, с НРХ, я просто делюсь, я показываю, как я живу на основе этой программы, да, и говорю, если хочешь иметь то, что есть у меня, попробуй делать то, что делаю я, если человек это делает, он это получает, если не делает, не получает, заставить человека это делать, невозможно, мотивировать нет никакого смысла, я все это делала, я прошла все ошибки, которые только можно было сделать, поэтому для меня, например, жесткая установка, когда разговариваешь с другим человеком, не говори местоимения ты, говори я, говори о себе, это то, что меня поразило в моем спонсоре, потому что в начале пути, я звонила ей, описывала какую-то ситуацию, и она мне говорит, ну вот у меня такой опыт, и она начала рассказать о себе, что ты мне, блин, о себе расскажешь, ты скажи, что мне делать, великая иллюзия, такой, как я, нельзя говорить, что мне делать, у меня мгновенно становится стена отрицания, да назло не буду делать, поэтому вся наша работа с другими людьми, основана на том, что мы делимся, я рассказываю о себе, и я правда не знаю, что надо тебе, вот я когда пришла в сообщество, была такая огромная, да, меня прям поражала вот эта фраза, я знаю, что я ничего не знаю, думаю, какой бред какой-то, ну я вот, например, знаю, ну как это можно не знать-то, да, а вот сегодня правда, я прямо от чистого сердца говорю, понятия не имею, я не знаю, что тебе делать, да, не знаю, но моя задача, да, поделиться своим опытом, и помочь человеку увидеть проблему, а дальше я говорю, иди к Богу, иди к Богу, попроси Бога, Он даст тебе правильное решение, я не знаю, надо тебе разводиться со своим мужем или не надо, я не знаю, надо тебе выгонять своего сына или нет, я не знаю этого, не знаю, а Бог знает, иди к Богу, вот, поэтому вот этот вот принцип лежит в основе всей нашей программы, мы делимся, и мы учимся жить заново, применяя те принципы в своей жизни, и вот эти последние главы, их почему-то в сообщество анонимных алкоголиков называют потерянными, у меня они не потерянные, потому что я читаю со своими подопечными книгу «От корки до корки», и это очень важные главы, и там дается прям четкие руководства, как же применять эти принципы, что делать, как себя вести, и там прям жесткое условие дается, если вы не навели порядок в своем доме, мы должны быть с ним, головой, мыслями наши в облаках, но основная наша работа здесь, на земле, программа учит меня быть частью этого мира, частью группы, частью семьи, частью людей, пользующихся общественным транспортом, частью водителей на дороге, ведущих машину, частью покупателей в магазине, я должна быть частью, я раньше людей не замечала, тени, понимаете, я вдруг в какой-то момент поняла, что я живу среди людей, и что это люди, которые помогают мне, и что я каждый день обязана огромному количеству людей, потому что я просыпаюсь в своей квартире, у меня тепло, кто-то позаботился о том, чтобы трубы были теплыми, у меня есть горячая вода, об этом заботятся другие люди, я выхожу на улицу, дворник уже подметает, спасибо вам большое, что вы подметаете, я иду по асфальту, кто-то же это сделал, я подхожу к остановке, подъезжает автобус, понимаете, на меня работает каждый день миллионы людей, вот это вот потрясающе, я чувствовала себя позавчера в аэропорту, когда я приехала, господи, это огромный механизм, какое огромное количество людей поработало, чтобы я могла приехать сюда, я должна быть частью этого мира, да, и когда я подхожу там к дому и вижу дворничевую, которая моет, или там женщину, которая моет пол, я всегда говорю, спасибо вам большое, спасибо, что вы моете пол, потому что это пол, по которому я хожу, этот человек помогает мне, а я не замечала этого, я вообще людей не видела, да, спасибо учителям, которые учат моих детей, спасибо продавцов в магазине, каждое утро, я отвожу, у меня очень жесткий такой режим, да, каждое утро я просыпаюсь, веду ребенка в школу, возвращаю, по обратной дороге захожу в магазин, покупаю продукты, и я всегда говорю, спасибо вам и хорошего вам дня, и мне самой от этого становится тепло, мне это нужно мне, понимаете, я начала здороваться с родителями своих, одноклассников моего сына, а потом как-то я подумала, блин, что с родителями здороваюсь, с детьми здороваюсь, да, я начала, и это так здорово, потому что сегодня, когда я иду в школу, навстречу мне идут родители, которые озаряют меня улыбками, которые, я прям чувствую, что я являюсь частью этого, понимаете, но это произошло после того, как я начала это делать, да, моя задача быть полезной, как я могу быть полезной в магазине, блин, тележку на место поставить, я никогда не думала, что надо ставить за собой тележку, да, но там есть люди специальные, а это так приятно, у меня Ашана около дома, а я, знаете, такой человек деятельный, мне как-то скучно, и я все время, когда там стою в очереди в Ашане, там такие тележки, да, с такими красными корзинками, да, и я все время эти корзинки собираю, расставляю, в общем, и мне как-то женщина говорит, я вот за вами наблюдаю все время, и не пойму, а зачем вы все время картинки-то составляете, я говорю, ну мне просто хочется, мне просто это приятно, это те маленькие действия, которые я могу делать, да, и быть частью этого мира, придержать дверь, например, в метро, когда я захожу, да, Господи, помоги мне наблюдать за собой, после этого я вижу, за мной идет человек, я придержу ему дверь, да, и мне от этого хорошо, это все нужно ради меня, то есть я начала видеть людей вокруг себя, я начала благодарить этих людей, я начала общаться с этими людьми, я сегодня могу разговаривать с кем угодно, с любым человеком, да, с человеком, который сидит рядом со мной в самолете, спокойно могу трепаться всю дорогу, например, не важно, это не имеет значения, просто это не ограничивается моим хождением на собрание, все, чему я учусь в Аллануне, я потом учусь применять в своей жизни, а в Аллануне нам даны потрясающие совершенно принципы, принципы общения с другими людьми, как общаться с другими людьми, слушая, да, мы не перебиваем, не комментируем, не даем обратную связь, когда я начала так общаться со своими родителями, проблемы с родителями ушли, да, это ушло, когда я прямо начала, господи, помоги мне поговорить с моим папой, помоги мне, и я в какой-то момент обнаружила, что папе надо, чтобы его послушали, ему не надо ничего говорить в ответ, это чистое безумие, как я раньше разговаривала с людьми, например, там ко мне должна была приехать сестра, да, я в этот день принимала пятый шаг, и я говорю, пап, я вот до 12 часов свободна, да, а после 12 все, я ухожу из мира, выключаю телефон, закрываюсь в комнате, все, меня нету, и, ну, я квартиру оставлю открытой, да, и все, я забываю об этом, короче говоря, сестра к 12 часам опаздывает, папа на следующий день, но она приехала вовремя, я говорю, нет, папа, она опоздала, но ничего страшного, и он, значит, начинает, да, что же это такое, да, она никогда не приходит вовремя, да, как же это можно, ну, ведь ей же сказали русским языком, до 12 часов, и я ловлю себя на мысли сказать папе, пап, ну, она же едет двумя людьми транспорта, да, но она же, и тут я понимаю, а не надо этого говорить, и я молчу, и папа автоматически переключается на другую тему, и тут я говорю, блин, как просто, надо просто молчать, слушать и молчать, это так круто, просто слушать других людей, не комментировать их слова, и знаете, что важно, не говорить о своем мнении, если тебя не спрашивают, да, не для того, чтобы быть полезным, подождите, пока вас попросят, подожди, пока человек подойдет и скажет, Таня, что ты думаешь по поводу этого, а я не замечала, что мне никто никогда не сдал такие вопросы, а я всегда на них отвечала, да, и что вот тоже было, и что мы делаем с моими подопечными, моя проблема в том, что я не могу ответить на тот вопрос, который задает мне человек, потому что я даже не понимаю, о чем меня спрашивают, и мы прямо, он звонит подопечный, говорит, Таня, там вот я сделала то-то, и муж мне говорит, спасибо, дорогая, ну написала там, да, что мне ему ответить, я говорю, а на что тебе отвечать, он тебе вопрос задал какой-то, нет, так и не надо, подождите, они о чем не спрашивают, вот это моя проблема, я отвечаю, и не понимаю, что меня не спрашивают, меня никто ни о чем не просит, а я такая большая, что я отвечаю на вопросы, которые мне задавали, или мне задают конкретный вопрос, я не могу на него ответить, подходит там девочка на даче, и говорит, а все, мы сейчас там на первом этаже, это мой старший сын, а мой младший сын запугал, короче, она боится, и я вместо того, чтобы просто сказать, нет, он на втором этаже, я говорю, а ты что боишься, да ты не бойся, да он хорош, о чем спросили, тебе спросили, он на первом этаже, я не могу ответить на этот вопрос, понимаете, вот это неосознанное мышление, я стала учиться слушать других людей, Господи, помоги мне услышать, что говорит мне другой человек, тогда я буду ему полезна, если я услышу, о чем я спрашиваю, и отвечу на тот вопрос, который мне задали, а я не понимаю, не понимаю, я не слышу, человек еще не закончил говорить, а у меня уже, блин, там масса ответов, на те вопросы, которые мне не задавали, и это не делает меня частью этого мира, это заставляет меня быть в конфликте с миром, в конфликте, понимаете, поэтому мы такие замороченные, просто научись молчать, просто научись слушать другого человека, просто пойми, тебя сейчас о чем-то спрашивают, или не спрашивают, просто будь добрый, вежливый, внимательный к другим людям, и твой мир изменится, потому что мой мир изменился, я в какой-то момент увидела, что я живу в прекрасном мире, и что люди замечательные, люди очень хорошие, люди очень добрые, люди всегда готовы прийти на помощь, если внутри меня все в порядке, а если я вот как раньше такая злая, как собака, зацикана на себе, никого не замечаю, ну так и кто, и меня никто не замечает, все изнутри, все из меня, когда я начинаю вести себя по-другому, и когда я хожу к Богу, говорю, Господи, кому я могу быть полезна, кому я могу быть полезна, покажи, кому я могу быть полезна, а ведь меня же просят, мне муж говорит, мы приезжаем в воскресенье вечером, с дачи, все места около дома заняты, и мы паркуем машину, не очень удобно, не очень хорошо, и он мне говорит, переставь завтра машину на другое место, да пошел ты нахрен, какая разница, стоит и стоит, первая моя реакция, оттолкнуть другого человека, полезна я своему мужу, не полезна, потому что я знаю, да, потому что мне не хочется этого делать, потому что, блин, я не люблю, когда мне говорят, что я должна делать, да, тебе надо, ты переставь машину, и там стоит нормальная, да, сегодня я так себя не веду, если я прям выхожу покурить, говорю, Господи, покажи, кому я могу быть полезна, о, блин, машина стоит, точно, меня же муж просил ее переставить, я возвращаюсь домой, беру ключи, спускаюсь, и делаю то, что просил меня муж, это именно то, как я могу быть полезна своему мужу, сделать то, о чем он меня попросил, но это сегодня, а раньше, вот те же самые безумные шаги, вот нашу дочь положили в больницу, муж звонит мне, он всегда звонит в неудобный момент, всегда звонит, вот Бог так работает, да, он звонит, когда я занята, я там привела ребенка из школы, я готовлю ужин, он мне звонит и говорит, дочь просила купить прокладки, ты не знаешь, какими прокладками они пользуются, я говорю, понятия не имею, что ты, блин, ко мне, иди спроси дочь, но я кладу трубку и понимаю, я была недобрая по отношению к своему мужу, и, блин, я звоню спонсору, а спонсор мне говорит, ты пойми, он же мужчина, ему неудобно задать дочери вопрос, какими прокладками он пользуется, как бы я могла поступить по-другому, я могла сказать, подожди, дорогой, я сейчас перезвоню дочке, узнаю и скажу тебе, для этого нужен Бог, да, вот как быть полезной другим людям, понять, о чем они тебя спрашивают, да, или муж приходит, говорит, там, посоветуй мне, да, я говорю, решай это сам, стоп, тебе сказали, посоветуй, ему нужен совет, он просит советы, да, мы тоже, мы не даем советы, нет, ребята, мы даем советы, просто есть условия, когда нас просят совет, мы его даем, и мы, конечно, не требуем, чтобы люди следовали эти советы, ну не даем, ну как это не даем советы, ну муж подходит, посоветуй мне, а я ему скажу, да, мы не даем советов, ну блин, это не об этом, программа не об этом, да, программа, то есть вот это у меня в течение дня огромное количество возможностей быть полезным другим людям, которые я пропускаю, потому что я эгоистична и зациклена на себе существо, потому что я не замечаю других людей. А когда я начинаю просить Бога, чтобы Он помог мне видеть других людей и показал мне, оказывается в этом мире огромное количество, огромное количество возможностей быть полезным другим людям. Спасибо, что послушали. Мы закончили 12 шагов и хотим пробежаться по традициям. Наверное, как-то так конструктивно попробуем суть традиции донести, потому что если на второй день тут прожить и вот в этом во всем, то, конечно, от выздоровления можно тоже помереть, от перебора. Передоз. Передоз выздоровления. Значит, традиции, на самом деле, ну вот на мой взгляд, традиции, шаги это органы управления автомобилем. Руль, педали, поворотники, вот это все, это шаги. Традиция это правила дорожного движения. Да, куда ты едешь. И это не... Мы часто сводим традиции к движению нашему внутри сообщества. Что должна делать группа, что должен то, сё, кто, куда. Это не так. Традиции это вообще про отношения. Про отношения в семье, про отношения на улице, в любом коллективе, в любом движении про отношения этой традиции. И первая традиция, основа этой традиции, она, ну, как бы в развернутом виде, она звучит... Они иногда очень длинные в развернутом виде. И первая традиция в развернутом виде, она говорит, каждый член сообщества анонимных алкоголиков является всего лишь малой частью большого целого. И анонимные алкоголики должны продолжать существовать или большинство из нас наверняка погибнет. Поэтому наше общее благо стоит на первом месте. Однако благо каждого члена анонимных алкоголиков лишь немногим уступает ему по значимости. И основа первой традиции, вот, наверное, вопрос, который помогает мне увидеть, нарушаю ли я эту традицию, да, это вот вопрос на тему, это нас объединяет или это нас разделяет? Да, то же самое в семье. Традиция в семье первая точно так же звучит, маленько короче просто, ну, хотя короткая форма у нас тоже короче. Единство семьи должно стоять на первом месте. Иногда это означает, что придется поступиться тем, что я хочу ради общего блага, да. То есть единство общего всегда первей. Но учитывается мнение каждого. Каждого. И это мое решение, я отодвигаюсь или я настаиваю? Или я продавливаю, я требую, что мое движение, оно лучшее, оно правильное. При этом мы еще уже придя в эту точку, уже к изучению традиции, уже же получили навыки программы и продавливать начинаем деликатно, да, не считаем это продавливанием. Что ты, какой там у тебя путь, по какой там разработке ты, ну, я не знаю, но она, по-моему, вот в ней вот этот момент и вот тот, может тебе все-таки по книге пойти. Кто у тебя спонсор? А, ой, я хорошо знаю этого человека. И вот понимаете, то есть вот такая тема сообщества. То же самое дома. Да, пришел ребенок и говорит, я пойду вот туда. Ой, ну вот, а это тебе зачем? А это несет столько всяких сложностей, а это туда и это сюда. Никто не говорит, что ребенку не надо, это, говорит, ответственность родителя. Ответственность родителя показать ребенку, куда он собирается. Точка, с которой ты заходишь, она должна быть другой. Точка, то есть ты спрашивать надо у ребенка, а вот на эти моменты ты обратил внимание, что ты думаешь по этому поводу, да, то есть чтобы это ребенок умозаключение делал или другой член семьи, да, потому что мы часто знаем, кому куда идти и начинаем рассказывать, как и что. И обычно верим в то, что мы благие какие-то вещи совершаем. Мы кого-то оцениваем, с кем-то делимся своими какими-то мнениями, да, вот то, про что сегодня Танюха говорила. Это живое нарушение первой традиции. Я пришла поделиться мнением, о котором вообще меня никто не спрашивал. Да, я пришла рассказать, слушай, ты знаешь, и все это на благом побуждении от заботы за кого-то, да, рассказать. Это печальное место нарушения первой традиции, и мы ее нарушаем сплошь и рядом, и она всегда несет, а первая традиция же, как первый шаг. Провалился, все посыпалось, то же самое здесь. Оп, идею поймал, хрена, переругались к вечеру. Еще мы очень любим использовать вот эти, я не знаю, первый раз слышу их потерянными главами. Обычно мы их зовем рекомендованными главами, и там есть очень много вещей, на которые стоит обратить внимание, и там мы используем, там есть у нас такая рекомендация, остановиться, взять паузу в разговоре. Да, помните, есть в главе «Заглянем ваше будущее», нет, про семью. Семья. Семья, да, про новые взаимоотношения. Там есть рекомендация остановиться в разговоре, сказать, что если это, ну, это задевает меня, я больше не буду разговаривать на эту тему, все, спасибо. Мы очень часто, как это используем, мы же рекомендации используем, ну, как слышим, так и делаем. Чего попало, да? То есть, там, не знаю, есть разговор в семье между мужем и женой на тему, там, поездки куда-то, там, ну, к тёще, допустим, в четверг, да, договорились на этой неделе, договорились, что на следующей неделе поедем в четверг к моей маме. Да, да, а потом в понедельник муж говорит, слушай, я не поеду в четверг. Нихрена себе, мы с ним договорились, короче. И я ему говорю и объясняю, что это важно, она нас ждёт, тыры-пыры-растопыры, он со мной разговаривать на эту тему не хочет. И всё, и я взяла паузу. Ага, и в чём заключается твоя пауза? И я взяла паузу, и я с ним не разговариваю, ужин я сегодня не готовила, и спит он на диване. Нихрена себе пауза. Это не пауза, это манипуляция. Да, это продавить, заставить его, чтобы он принял решение, которое надо мне. Тем более, что я же права, мы же с ним договорились. Он обязан выполнить то, что он обещал. Пауза, та, о которой говорит книга. Мы не обсуждаем тему поездки к маме в четверг. Всё. Я готовлю ужин, мы спим вместе, идём куда надо или не надо. Всё остальное продолжает делаться в том режиме, в котором делалось. Мы не обсуждаем только один вопрос. Всё. Это, конечно, нелегко. Мы всегда смешаем всех мух с котлетами. Всегда. Да, потому что мы считаем, что надо как-то правильно сделать. И это нарушение первой традиции. И нарушение первой традиции, когда я вообще с ним вместе как-то себя веду, да, и пытаюсь там уже часто очень, пришли в магазин, не работает касса. А где эти ваши кассиры работать будут или нет? Я уже полгода тут стою. Охренеть, да? Я отбухала, пришла теперь. Вы быстро обслуживайте меня. Что, не видите, я пришла. Это тоже нарушение первой традиции. Потому что, ну, люди, которые ещё иногда бывают, там, дети в очереди, да, они шарахнут, люди в обморке, ой, ой, кто-то уходит, да, ой, господи, опять это пришла орать тут. Особенно в тех магазинах, где ты бываешь часто, да. То есть, вот что-то продавливаем. То, что мы продавливаем, то, на чём мы настаиваем, наше мнение, это всегда нарушение первой традиции, всегда основа. По две, по одной? Как хочешь. Я бы просто быстренько по этой традиции, потому что это как правило дорожного движения. Реально, не сел за руль, ездить не начал, не научишься никогда. Никогда. Это бесполезно совершенно. Ты будешь знать, да, вот висит кирпич, да, вот две полосы, их переезжать нельзя. Да, всё. Только в процессе реализации ты можешь понять, что тут, как тут двигаться. Есть ещё, кстати, вопросники из Грейпвайна, и они очень помогают сконцентрироваться на том, что, где я нарушаю. Да, вот про тактичность, это тоже первая традиция. Мы же, как им-то пришёл человек, говорит, или ребёнок пришёл, ой, блин, опять мне там Марья Ивановна два поставили. Да, ты всегда, у тебя вообще с математикой, ты дебил круглый. Опа, ничего себе. Выдали, да. При этом мама в комитетах заседает, ей некогда математику с ребёнком делать. Она говорит, я председатель комитета. Зачем ты председатель комитета? Ну, а как комитет без председателя? А что с ним случится, с комитетом? Ну, почему ему нужен председатель? А потом ты жалуешься, что у тебя ребёнку, у неё плохие отметки по математике? Конечно, потому что члены комитета по донесению пятой традиции, вернее, по исполнению пятой традиции, по несению наших идей, не пойдут заниматься с твоим ребёнком математикой. Да, ну в комитете может кто-то любой быть, а ты тут дома можешь делать только с ребёнком математику, только ты, да, а ты в комитете сидишь. Ну, кто с ней будет её делать? Конечно, ей некогда. То есть мы путаем, да, вот эти вот наши задачи. Там у нас форум, выходные, вот у нас семинар, мы два дня тут сидим. Есть люди, которые не могут себе позволить этого делать. Есть другие задачи. Первым делом, главное, идёшь и делаешь то, что есть. Здесь и сейчас, сегодня, да, а не вот это. Нам легко, удобно в сообществе. Мы сидим без конца ещё там, рассуждаем о духовности других. И, ну, самое главное, что, да, не надо, вот тут, есть вот это хорошее правило 6.2, да, мы очень серьёзно к себе относимся. Мы прям очень серьёзно, мы требуем от себя. Десятками лет употребляли. Чё попало творили. Теперь пришли такие, должны быть такие ровные, все прямые. Ни шага влево, ни шага вправо. Всё замечательно. Так не бывает. Если я думаю, что у меня ни шага влево, ни шага вправо, у меня радио сломалось. Потому что так не бывает. Я всегда, я человек, я живой человек. Я отклоняюсь влево, отклоняюсь вправо. Я что-то придумываю. Я говорю, скриплю, давлю, с кем-то кого-то обсуждаю. Какие-то идеи всегда приходят. Моя задача просто применять, останавливаться. Да, в рамках второй традиции они нам говорят, что нет руководителя, кроме Бога. Зловой вид. Ни одного. Поэтому, кстати, вторая традиция, длинная форма второй традиции, короче, короткой формы второй традиции. Это единственный момент. Длинная форма, развернутая форма второй традиции, она говорит, что в делах нашей группы есть лишь один большой авторитет. Любящий Бог, воспринимаемый нами в том виде, в котором он может предстать, в нашем групповом сознании. Это Бог, никто другой. И это так же в семье, это так же на работе, это так же на улице, это так же в любом совершенно коллективе. Не надо мне быть руководителем. Я плохой руководитель. Мне сейчас дали отдел. Я прям сопротивлялась, как могла вообще. Я шефу говорю, нет, он говорит, ты жалуешься, у тебя не хватает ресурса временного. Вот тебе люди, грузи их, пусть они работают у тебя. И вот у меня теперь есть дополнительный отдел ко всем тем делам, которые у меня были, у меня еще теперь дополнительный отдел. Я в обмороке, потому что я не знаю, как управлять. У меня магистратура по управлению. Я закончила магистратуру, а кончила. Магистратура инновационное управление. Я понятия не имею, я знаю, как управлять. Взял за горло и заставил. Все. Или пошел и сделал сам, и сказал ему, что ты, мудака, ничего не умеешь. Все. Ничего не меняется. И, ну, видимо, пришла готовность, Бог говорит, вот тебе учись. Потому что я-то думаю, я сразу должна, вот у меня же магистратура, бумажка, я должна, оп, и ровно все начать управлять. Оказывается, нет. Оказывается, мне просто надо попробовать научиться делать то, что я могу, ту часть, которая у меня. То есть моя задача, что координировать процесс и контролировать исполнение конкретной задачи. На каком она уровне. Не бить в ухо, что ты сделал мало или ты сделал много, а выяснить, сколько сделано. И посмотреть, сколько надо, и что сделать еще для того, чтобы это реализовать. Все. Я же путаюсь сразу. Иначе. То же самое дома. У меня милый царство небесное вообще, я ему говорю, мы недвижимость это купили, и сосед нам что-то говорит, а милый молчит. Я ему говорю, а ты почему молчишь? Да, потом мы заходим, он говорит, а что ты молчишь, что ты ему ничего не скажешь? Он говорит, а что, ему говорит, ты все равно сделаешь так, как тебе надо. Он нормальный был человек, он даже силу не тратил. Да ну тебя нахер, ты все равно пойдешь делать так, как надо, делай, делай, убейся, пожалуйста. Да, и, ну, бесполезно, с нами бесполезно. Есть мое мнение и неправильное. Потом я прихожу в программу, и я начинаю верить в то, что теперь мое мнение точно правильное. Вот до этого оно было какое-то, и скажу, а теперь-то оно точно правильное. И я начинаю всех палкой гнать в хорошее, светлое будущее. На всем причинять помощь и наносить счастье. Ты счастья своего не понимаешь. Тебе вот это надо делать. Да на группах у нас постоянно там какие-то, ой, давайте вот так делать, будет классно. Дома, ой, мы все едем отдыхать вот туда. Ты хоть спроси, а кто вообще, вообще, кто куда, что собирался делать, какие есть задачи у человека. Нет, я управление. Это делаем, это не делаем, это будем, это не будем. И всегда настаиваем, да, и в семье, в традиции в семье, вторая традиция, она звучит. У нас нет понятия глава семьи, каждый из нас не менее важен, чем другой. Решения, влияющие на семью, принимаются вместе, и каждый делится своими чувствами. Про чувства, это для Аланона. Для Аланона вот эта вот традиция в семье. Потому что мы обожаем, мы сходим к каким-нибудь психологам, потом приходим домой и начинаем терроризировать близких. Вот такому ребенку, четырехлетнему, мама со стажем 20 лет употребления, говорит, я сейчас на тебя злюсь. У нас нету, в нашей программе, говорит, если ты злишься, что-то с тобой не так. Оставь ребенка в покое и иди сделай что-нибудь нормальное. Да, это опасная территория. Когда мы приходим близким, это вообще реально вот не смешно, потому что себя попробуйте поставить на это место. Хорошо, когда вот два зависимых человека живут, и один к другому пару раз придет, скажет, ты знаешь, ты раздражаешь меня, тут думает, блядь, иди к спонсору. И это очень хорошо, потому что ты прочувствуешь, когда тебе кто-то пришел и вот это выдал. Что ты кого-то раздражаешь, что из-за тебя кто-то злится, и ты понимаешь, какие эмоции в этот момент к тебе приходят. Ты перестаешь этим пользоваться. Это опасно очень. Ни с какими чувствами не идем, ни к каким-либо спонсору. Со всеми чувствами, блядь, к спонсору, спонсору. Ты понимаешь, я чувствую. У меня есть подопечная, она очень умная, она живет в Германии. И я говорю, хорош таскаться с этими чувствами. Кому нужны нахер эти чувства, кого волнует. Делай что-нибудь. Она, у нее хороший словарный запас, она знает три языка. Она говорит, у меня такое ощущение. Хоть туда, хоть сюда. И вторая традиция заканчивается. Разумеется, каждому из нас предоставлено право собственного решения в вопросах, не касающихся других членов семьи. Это так, да. Здесь важно научиться, что если я хочу пойти в кино, кто-то, моя вторая половина не хочет со мной идти, дети мои не хотят идти. Иди. Им не надо с тобой идти. Это не обязательно. Да, мы часто решаем, да, мы пошли купить билеты, еще там пришли и сказали, я достала, я достала билеты. Или там в театр нации, я вот все мечтаю сходить, никак не получается. Я достала, и ты идешь со мной. Он может не хотеть туда идти, ему может вообще это не нравится. Да, прежде чем я за кого-то что-то решила, надо спросить вообще, ты идешь, не идешь вообще. И быть готова к тому, что человек говорит, что он не идет, и, ну, спокойно не привязывать это к его отношению к себе. Да, потому что мы так делаем, почему? Потому что мы так считаем. Мы сами себя начинаем заставлять что-то делать. Если нас там кто-то позвал или пригласил, и мы считаем, что он к нам хорошо относится, ну, начинаем сворачивать себе шею, чтобы сделать так, чтобы ему угодить. Да, чтобы его не обидеть. Да, и в итоге куча геморроя. Это не так, никому не надо. Любой человек готов принять от нас наше нет. Мы не готовы сами принимать это нет, да, потому что мы связываем это с отношением. Думаю, что если мне сказали, там, я позвала Танюху, и говорит, Танюха, пойдем туда-то, а она мне говорит, нет, слушай, я не пойду. Все, значит, она меня не любит. Ну, вот как она могла? Она должна, блядь, все бросить и теперь идти ко мне. Потому что, ну, а потом она пришла, да, пять минут пробыла, я думаю, блядь, зачем она пришла? Зачем я ее позвала, блядь, вообще? Нахер ты приперусь. Да, то есть, все, вот это вот наша мешанина, из-за этого нам очень тяжело. И мы, ну, не надо этим руководить, мы правда плохие руководители, кроме шуток. Это практика показывает, мы сидим с вами в воскресенье, в рамках сообщества анонимных алкоголиков шаги с традициями разбираем. Люди, блядь, где-то тусят, отдыхают. Мы вот тут сидим. Потому что это, ну, это наше управление привело нас сюда. И если каждый из нас посмотрит, ну, я во всяком случае, если я посмотрю и расскажу вам, куда я сходила, прежде чем пришла сюда, так это место самое крутое по сравнению, ну, самое хорошее, приличное по сравнению с теми, где я была, благодаря моему употреблению. Даня, это я управлению, то есть, это я управляю, я очень плохой управленец. Мне туда не надо совсем. И по две или по три? Да, по две. Достаточно по две. Я бы про третью вообще всего одно предложение сказала. Скажи. Да, про третью традицию. Оно тут, говорят, что нам принимать, у нас сказано, каждый член сообщества анонимных алкоголиков может прийти, если у него есть желание бросить пить. В длинной форме сказано, если он страдает от алкоголизма, да, важно, чтобы пришел. Но не можем закрыть дверь ни перед кем. Страдает он, пить бросить хочет, не хочет он бросить пить, просто пришел и назвал себя алкоголиком. Я не могу ничего сделать. Моя задача следить за собой. И то же самое в семье, да, единственным условием членства в семье является желание быть ее членом. Я не могу никого выгнать. Я не могу никого оставить и заставить здесь быть. Или членом коллектива. Я не могу никому настаивать на том, что это не место его работы. И также наоборот, что нет, только это вот место может ему помочь. Все очень просто вообще. Третьей традиции. Дальше некуда. Все, вот минута хватит. Традиции величайшие духовные принципы. Да, мне понадобилось много времени, чтобы понять, о чем здесь написано. Да, только после прохождения шагов потихонечку началось открываться смысл этих традиций, которые правда дают мне правила жизни во всем этом мире. И первая традиция, точно так же, как и первый шаг, говорит мне о проблеме. Моя проблема в том, что я сама по себе, да, я сама по себе не привыкла считаться другими людьми. Я знаю, как должен быть устроен мир, я знаю, как должны вести себя другие люди, да. А группа – это то место, где я выздоравливаю. И я вот такая напрочь больная прихожу в эту группу, и все в ней не так, да. Я прошла шаги по синей книге, я приехала в Москву, пришла в Аланон, я звонила своему спонсору, блин, пипец, здесь никто не выздоравливает. Они все неправильно понимают эту программу, я не могу там находиться, там сплошной слив и нытье, да. Мне мой спонсор говорит, шаг, единственное, что ты можешь делать, ты можешь ходить на группу и делиться своим опытом, и спонсорить, да. Я сказала, господи, помоги. Дальше, стою с одним человеком, треплюсь по проблемам в сообществе, они есть в любом сообществе. Знаете, что важно понимать, что важно было понять мне, что любое 12-шаговое сообщество – это сообщество очень больных людей, и не надо ждать здравомыслия других людей. Надо самой пытаться поступать в здравомыслище, да, и перестать смотреть на других людей. Ну и, короче говоря, трём с ним за проблемы сообщества, и он мне сказал такую очень простую фразу. Он сказал, Таня, единственное, как ты можешь быть полезным членом своей группы – это любить этих людей. Я пошла к Богу и сказала, господи, помоги, научи меня любить этих людей. И я начала ходить с Богом на собрание. Я прямо останавливаюсь, говорю, господи, войди в меня, наполни меня собой, сделай меня полезной для других, другим людям, да. Во время высказывания, да, когда идёт по кругу. Я понятия не имею, что я буду говорить, у меня полная тишина в голове. Я просто прошу Бога, чтобы он мне помог, да, поделиться каким-то своим опытом. Дальше. Мне очень важно во время собрания наблюдать за собой. И как только мне что-то не нравится в высказывании другого человека, господи, помогай, помоги, не судить, не оценивать, да, сделай меня глухой, да, я прямо говорю, накрой меня Божьим покрывалом, помоги мне любить этого человека, помоги. Потому что то, как я могу быть полезным членом своей группе, это я могу находиться с Богом. Любая оценка и осуждение другого человека приводит к мгновенному разрыву контакта с Богом. И я начинаю вонять. В духовном мире это считывается. Поэтому, если я хочу, чтобы моя группа была дружная, я должна быть с Богом. Я должна просить Бога, я это делаю. На самом деле, после того, как я начала это делать, вау, у меня сейчас одна из самых сильных и многочисленных групп в Москве. У нас очень много любви, очень много выздоровления. И я правда люблю Бог, да, эту любовь. Я ее просила. Я еду на группу, и я прям чувствую, что я улыбаюсь, потому что я увижу этих людей. И мне совершенно похрен, кто там делает шаги, кто не делает, кто со спонсора, кто... Мне это ушло, понимаете? Это было забрано. И вот это очень важно. Очень важно, чтобы я была, я относилась к другим людям всего-навсего кодекс десятого шага с любовью и терпимостью. Мне от них ничего не надо. Я очень благодарна Богу за то, что у меня сегодня потрясающая группа, потрясающе, больше 40 человек на собрании. Очень мощное выздоровление. Это появилось вокруг меня, когда я начала вести себя таким образом. И это моя ответственность, чтобы у меня на группе было все хорошо. Для этого мне надо сидеть тихо, ни с кем не спорить, ничего не продавливать, никого ни за что не агитировать, соглашаться с другими людьми. Если люди что-то хочут, да, моя задача сказать, да, конечно. Вот. Единство семьи – какая-то важная вещь. Очень важная вещь, да. Ничего, что здесь написано из-за ерунда, да? А, нет, это извини, ладно. Единство семьи должно стоять на первом месте. Иногда это означает, что придется поступиться тем, что я хочу ради общего блага. Это называется, как у нас написано в книге, давить эгоизм. Мне приходится давить свой эгоизм, да? И делать то, что хотят мои близкие в пределах разумного. Да, потому что я человек больной, меня иногда заваливают в другую сторону, я начинаю делать то, что они сами могут прекрасно делать. И ладно, если бы я это просто делала бескорыстно и жертвенно, при этом я в башке их расчленяю, да? Какого хрена? Ну, ты, мужик, ты еще не можешь вынести мусор, например, да? Стоп, Господи, помоги мне, избавь. То есть мне в семье тоже надо заблюдать за собой и выносить все мое недовольство, чтобы другим людям было приятно со мной общаться. И на самом деле вот у меня очень много изменений произошло в семье, очень много. И я вижу это, знаете, вот по каким-то таким маленьким меточкам, да? Когда сын подходит и говорит, мам, за последние три года ты очень выросла как личность. Я думаю, круто, здорово, приятно. Или как-то сынок приходит вот в возрасте 16 лет и говорит, мам, я очень благодарен вам с папой за то, что я не знаю таких слов, как развод у отчим и мачеха, потому что у всех моих одноклассников родители разведены. И ты знаешь, я недавно слышал, как родители роговаривают с моим одноклассником, и я так удивился. Я говорю, а что папа так с тобой разговаривает? Для моих детей уже непривычно, да? А раньше мы тоже жили в этом. Конечно, у нас все было не очень хорошо в семье. Или недавно на даче подходит ко мне подружка моего сына и говорит, а можно я вот девочку еще одну позову? Она там уже была. Я говорю, да, конечно, можно. И сын такой, видала, какая у меня мама? Доброта, надо быть добрым человеком. Если хочешь, чтобы у тебя в семье было все хорошо, надо быть добрым на самом деле, потому что это самая мощная сила, это любовь и доброта, да? И тогда будет единство. Но, как у нас написано, мы должны быть зачинатель. Я зачинатель. Вот это, кстати, мне пришлось тоже сменить свою жизненную концепцию. Потому что когда-то я выходила замуж, я вообще-то считала себя королевой, что моему мужу страшно повезло, вообще просто выиграл лотерейный билет. И, кстати, он тоже поддерживал долгое время эту иллюзию. Он все время шутил. Он говорил, что я в жизни совершил один очень мудрый поступок. Я женился на тебе. Да, но он шутил, а я воспринимала это очень серьезно. Так, сбилась с мысли. Так, с чего я сюда пришла? Господи, напомни мне, пожалуйста. Да про любовь. Ну, что-то другое я хотела сказать. Что-то другое. Сейчас еще разгляну. Господи, верни мне мысли. Блин, дурацкие шуточки. Хватит шутить. Шутила и забыла, о чем хотела сказать. А, да-да-да. И потом, конечно, жизнь побила меня. И когда я пришла в программу, у меня уже было 26 лет брака, я уже понимала, что это, конечно, ответственность двух партнеров. Да, 50 на 50. А программа поставила меня на колени. Она сказала, хрен тебе, 100 на 0. Твоя ответственность. Да, Билл приводит пример фермера, который вылез из погреба и говорит, ничего страшного, голубы, главное, что ветер прекратился. Нихрена, все только начинается. Я учусь учитывать интересы своих близких. Я учусь считаться со своими близкими. Например, муж, да, у него искусственный клапан сердца, ему нельзя поправляться. Он набрал лишний вес. Он подходит ко мне и говорит, дорогая, мне надо сесть на диету. Что бы у меня такое, да? Я говорю, слушай, ну не знаю, что-то сам как-то там решил. Ну и он и решил сам. Я ему сказала, он и сделал, что я ему сказала. Он пошел в клинику, сдал анализ крови, приходит мне и выкатывает мне такой список продуктов, да, и говорит, вот, корми меня. А там жесточайшее ограничение по сочетанию продуктов, по способу приготовления продуктов, по всему. И я тут, пипец, мне сейчас придется изменить свою жизнь. И мне надо каждый день мужу на работу давать два вида еды, отдельно ему готовить. И еще и вечером ему, значит, да, там после шести можно есть только мясо. Я звонила своему спонсору и говорю, блин, меня опять хотят поиметь, да? А она мне говорит, ну, никаких проблем? Ты можешь пойти работать и зарабатывать деньги, а твой муж будет сидеть дома и готовить себе еду. Я говорю, спасибо. Спасибо, я все поняла, да? Я, вот оно, маразм. Мой муж может это делать, не может? Он не может это делать. И если он не может это делать, то это буду делать я. Это именно то, как я могу быть полезна своему мужу. И говорит, что меня, да? Меня хотят, твою мать, он тебя обеспечит. Больше 17 лет ты не работаешь, сидишь дома, да? У тебя свободный доступ к его карте, да? Ты можешь делать все, что угодно. Тебя просто просят приготовить первая моя реакция, да? Пошел ты нахрен, я буду тебе отдельно говорить. Вот это болезнь, да? И, конечно, такие вещи мне приходится вдавить. Слава Богу, есть спонсор, она очень быстро вставит мою голову на место. Вот. Вторая традиция для группы. Блин, офигенно. Прям великая традиция. Знаете, она что говорит? У меня одна сороковая часть голоса на группе. вне зависимости от того, сколько времени я там нахожусь. Лидер, не лидер, да? Это моя группа, у меня одна сороковая часть. Даже более того, именно то, что я лидер, обязывает меня вести себя по-особенному. Да? Сидеть и молчать. У меня недавно было рабочее собрание, у нас крайне редко это бывает, я безумно его боялась. Я, правда, его боялась. Я прям знала, что все полтора часа будет рабочее собрание, да? Я молилась, как проклятая. Был заранее составлен список вопросов, специально пустили лист, чтобы вопросы были анонимны, чтобы не знали от того вопроса, потому что люди по-разному реагируют. Одно дело, вопрос от меня, да? И люди уже априори будут относиться к этому, да? С уважением каким-то, да? Вот. И я прям пошла к Богу и сказала, Господи, давай так, я приду на группу и буду молчать. И открою рот только по Твоей милости, когда Ты сочтешь мне, да? И все те предложения, которые я написала на этой бумажке, если ничего из них не будет одобрено, значит, так надо. Помоги мне принять это с миром, да? Блин, как сработал Бог. Пришла женщина, 15 лет в Аланоне, я первый раз в жизни ее вижу, села рядом со мной и давай принимать активное участие в работе группы. У меня сразу говно поперло. Ты что, блин? Это моя группа, ты здесь, блин, кто такая, да? Но, тем не менее, благодаря этой женщине все вопросы были решены положительно. Первый раз в жизни было такое рабочее собрание, я вылетела просто на крыльях любви. Господи, Ты великий! Я убрала себя из-за этой ситуации. Я попросила Бога, чтобы он работал в моей группе. Не я с Богом, да? А чтобы он без меня. И если ему что-то надо от меня, он мне скажет об этом. И вот это прям вот реально круто. Понимаете? Потому что до этого я очень много что-то пыталась изменить на своей группе, потому что очень много было маразма с моей точки зрения, как обычно, да? Но я думаю, что многие меня поддержат, на самом деле. Например, была такая фраза у нас на группе. Группа начиналась с молитвы о душевном покое, да? И была такая фраза. Те, кто пришел после молитвы, имеют право высказаться после завершения круга. Рабочий день, группа начинается в половину седьмого, люди опаздывают. Чтение преамбула, чтение литературы, потом высказание по кругу. Это выглядит так. Привет, меня зовут Татьяна, я жена алкоголика, я пришла после чтения молитвы. Привет, я, Люба, мама алкоголика, пришла после... Да? Я три раза выносила на рабочее собрание предложение убрать эту фразу. С первого раза группа зарубила, да? Господи, помоги мне принять это с миром. Со второго раза была некая такая подвижка, разрешили, немножко изменили фразу. Те, кто пришел после чтения литературы, не могут, то есть я отвоевала еще 15 минут, да? А с третьего раза она была убрана. В нужное время, понимаете, вот что очень важно, что Бог знает, когда что менять на группе. Я не знаю. Ко мне подходит девочка, говорит, а что у вас нет фразы? Поднимите руку, те, кто готовы быть наставником. Да? Хорошая фраза, я говорю, ну, никто не предложил, если хочешь, можешь предложить, да? Предлагаете, выносите эту фразу на голосование, люди вот прям кобра, да? Нет, мы не имеем права, человек должен сам выбрать себя наставником, мы давим, да? Господи, помоги, Господи, помоги, да? Зарубили эту фразу, да? Ну, и по прошествии какого-то времени, когда настало Божье время, да, она была видена, и сегодня люди к нам на группу приходят реально за спонсором. Они прям приходят и говорят, мы знаем, у вас здесь много спонсоров. И в конце группы люди поднимают руку, да? И у человека есть возможность обратиться, да, к кому-то за помощью. Это был процесс. И я в этом процессе училась смиряться. Училась не вякать, не спорить, не доказывать свою правоту, не настаивать на своем, да? Училась быть частью. И очень часто люди подходят ко мне, да, там, Таня, сделай это, сделай то. Я не могу. Там у нас, например, по четвергам мини-спикерская. Формат 10 минут. Переходит женщина, обращается ко мне. Таня, а можно мне, я вот за 15 минут не успею, а можно я буду 15 минут, за 10 минут не успею, а можно 15 минут? Я говорю, я такие вопросы не решаю. Нет, группа вынесла решение, что мини-спикерская 10 минут, значит, 10 минут. А я-то здесь при чем, да? Я никто. Я на этой группе никто, я часть этой группы, да? Если ты хочешь что-то изменить, выноси на обсуждение, обсуждение, мы путаем голосование, мы путаем, блин, мы путаем, воле Бога, с голосованием. Нет, любой вопрос может быть вынесен на рабочее собрание. Члены группы высказываются по этому поводу. И если группа проходит конструктивно, то голосование, как правило, бывает единогласное. Вот. А если там ругань и споры, да, если там непонятно какой процент, да ну его нахрен, не готовы. Лучше тогда мы убираем это решение. Группа не готова принять такое решение. То есть, эта традиция учит меня считаться с членами своей группы, да? Я только часть этой группы. Вторая традиция в семье. У нас нет понятия глава семьи. Ребята, в семьях, где здесь, где есть алкоголизм, есть понятие глава семьи. И у нас об этом написано, что женщина не по своей воле привыкает носить брюки. В наших семьях жены являются главой семьи. И я была главой семьи. И мне пришлось время сложить в себя эти полномочия. И мне пришлось учиться, да, какие-то вещи отдавать своему мужу и принимать с миром то, как он это делает. Потому что на момент прихода в Аллануне я все делала в своей семье. И я пришла задавленная грузом вот этих вот. Я просто была как лошадь, которая вот прям тянула эту телегу, да, и в какой-то момент просто ноги подломились, и я сдохла. И я стала учиться жить заново. Как это? И, кстати, учитывать реакцию, вот что очень важно, если я что-то меняю в своей жизни, я должна быть готова к тому, что, извините, моим близким это не понравится. Это совершенно нормально. Муж, который привык, что его жена всю жизнь делала все по дому, да, а вдруг жена тут, понимаете, и на самом деле я это делаю не из вредности, а потому что у меня сегодня нету сил делать то, что я делала раньше. Например, ходит муж и ноет, хочу на море, хочу на море. Ну, блин, ты хочешь на море, я не хочу на море. У младшего ребенка нет загранпаспорта, да, и у меня нет сил ехать в Авер, иди, вот просто ни времени, ни сил, ничего нету. Мы живем в Москве, прописанное в Подмосковье. И я как-то просыпаюсь и говорю, дорогой, сделай это сам. Ну, конечно, муж не благодарен меня за это, но я должна понимать. Я отвечаю за то, как ведут себя мои близкие, они привыкли по-другому, да. А дальше все происходит прекрасно, потому что муж залезает в интернет, набирает поисковики, видит, что оказывается сейчас можно сделать паспорт в МФЦ, они идут с сыном, в соседний дом, вот в это отелье фотографируются, едут в МФЦ, и вечером радостные, счастливые, свободные, они рассказывают, как все круто, как чудесные, замечательные женщины, помогли им запомнить анкету, и как все замечательно, и как все чудесно, и в результате у сына через месяц за гран-паспортом, и мы едем на море. Но до тех пор, пока я что-то делаю, другой человек не будет это делать. До тех пор, пока я играю роль главы семьи. Ну, никто, знаете, как вот у нас в Алануне, да? Они, блин, все сидят на моей шее. Естественно, ты сама их посадила на эту шею. Давай будем учиться жить заново. Давай мы будем просить и быть готовой к тому, что это не понравится. Я звоню своему мужу, говорю, слушай, запиши, пожалуйста, в воскресенье машину на ТО, надо сделать ТО. Он говорит, а почему ты не можешь это сделать? Я понимаю, почему он спрашивает, потому что я всю жизнь это делала, да? Я говорю, слушай, вот, ну, пожалуйста, да, вот, ну, мне кажется, это мужское дело все-таки заниматься машиной. Он говорит, а тебе не кажется, что водить машину это тоже мужское дело? Я говорю, не, не кажется. И все, да, все. И он это сделал прекрасно. И каждый раз, когда он что-то делает, он от этого получает удовольствие, понимаете? Ему хорошо, что он что-то сделал, но я должна вести себя по-новому, да? Засорился на кухне кран, я говорю, пожалуйста, посмотри, в чем дело. Возвращаясь с группы, захожу на кухню, у меня волосы дыбом, все загажено, стоят грязные тазы, вонючие тряпки, бешеный сумасшедший муж, который матерится. Я такая, зачем я попросила его об этом, да? Стоп, Господи, помоги. Помоги мне спокойно. Конечно, у человека не получится с первого раза, он никогда этого не делал, да? Но спустя какое-то время все прекрасно, все убрано, все помыто, и все чудесно, замечательно. Короче говоря, я сегодня в доме не глава семьи. Мой муж сегодня делает огромное количество вещей, и у него это получается хорошо. Но только после того, как я перестала это делать, и когда я стала просить, не требовать, просить, и просить Бога, чтобы он помог мне, то, как это сделает другой человек, понимаете? у меня никто ничего дома делать не умеет, потому что я не умею учить других людей, я бешеная, я сумасшедшая, я прошу ребенка помыть посуду, и сразу же делаю ему замечание, кто так моет посуду, да? Мои дети ничего не умеют, потому что мне всегда легче было самой что-то сделать, чем научить другого человека. Я не умею этого, да? Сегодня я учусь это делать, и мне надо быть готовой принять любой результат с миром. Вот это прям моя постоянная молитва, постоянная. Если я сделаю, я должна понять, что ребенок с первого раза это не сделает хорошо, муж с первого раза это не сделает, никто это с первого раза не сделает хорошо. Сегодня мы, как бы, строим свое отношение уже на других принципах, да? Вот. Третья традиция, великая, уникальная, потрясающая традиция, она говорит, единственное условие для членства в Алланоне, это наличие родственников и друзей алкоголиков. Все. Любой человек, зашедший в комнату Алланоне и сказавший, что у него есть родственник или друг алкоголик, автоматически становится членом Алланона. Если приходят люди на мою группу и говорят, да, я созависимая, прости, пожалуйста, у нас сообщество родственников и друзей алкоголиков. У тебя есть родственники и друзей алкоголиков? Потому что созависимость это психологический термин, не имеющий отношения к нашей третьей традиции. Давайте будем учиться и уважать традиции. Любой алкоголик, выздоравливающий или невоздоравливающий, может прийти в Алланон, сказать, привет, меня зовут Такта, у меня есть друзья-алкоголики, он автоматически становится членом нашей группы. И это круто. Потому что я у них всегда в гостях, я не алкоголичка. Я могу ходить только на открытое собрание и я всегда молчу за исключением редких случаев, когда на праздниках меняют правила и мне разрешают высказаться. Я очень рада, когда анонимные алкоголики приходят в Алланон. Вот на последнее собрание во вторник у нас было 4 человека из сообщества анонимных алкоголиков, потому что очень часто бывает, что Господь освобождает этого человека от пристрастия к алкоголю, а чего ему делать дальше и как жить, он не знает. И как раз Алланон в этом плане очень хорошо помогает, потому что правда, они приходят к нам и я прям подхожу там, пришел мужчина, я всегда подхожу, я очень люблю алкоголиков, думаю, я профессиональная, я продолжаю их любить. И я говорю, как тебе у нас? Он говорит, ой, у вас так хорошо, так тепло, я говорю, здорово, приходи к нам еще. Приходи, потому что у нас те же самые шаги, те же самые традиции, мы занимаемся тем же самым, нет никакого различия на самом деле. Вот. Поэтому мне для того, чтобы я, еще знаете, каждый, конечно, каждый сам решает, как ему представляться. Я всегда говорю, что я Татьяна, жена алкоголика. Когда я начала ходить в Алланон, я через полгода вспомнила, что я еще являюсь и внучкой алкоголика, потому что папа моей мамы был алкоголиком, я никогда в жизни не видела этого человека, и я никогда бы не пришла в Алланон, потому что я внучка алкоголика. Я называю ту причину, которая привела меня в Алланон. Я часто слышу, когда люди представляются на собраниях, я там дочка, внучка, сестра, жена, племянница алкоголиков, это личное дело каждого. Но я называю ту причину, которая привела меня в Алланон, это просто мой выбор. Вот. Третья традиция семьи, единственное условие для членства семьи, это желание быть членом семьи. Я сегодня имею 31 год брака, только потому, что я хочу жить с этим человеком. Это мой свободный выбор. Если сегодня вечером, ну да, сегодня мы увидимся, мой муж придет ко мне и скажет, дорогая, прости, я полюбил другую женщину. Я скажу, иди и будь счастлив. Потому что ничего другое не оставит меня с Богом. Потому что все остальное это борьба. Если человек хочет превратить отношения, отпусти его. Чудо заключается в том, что он никуда не уйдет. У меня огромное количество, вот вы себе представить не можете, сколько моих подопечных говорили о разводе и не развелись. Да? После того, как я сказала, не борись, пойди к нему и скажи, если ты хочешь, окей. Никто не хочет, на самом деле. Все после разговора. Компулятивное поведение, как и любят у нас говорить, да, в безумии, на самом деле. Но знаете, такой вот сильный самообман. Как-то спикерила, да, и тоже, знаете, так свистанула такую фразу. Я говорю, я в какой-то момент осознала, что я свободный человек, что я могу в любой момент взять, блин, чемодан, сложить свои вещи, взять паспорт, выйти из этого дома и никогда больше сюда не возвращаться. Проходит какое-то время я думаю, что я такое сказала? А куда я пойду? Куда я нахрен пойду? У меня еще какая-то иллюзия, что я кому-то в этом мире нужна и что где-то меня ждут какие-то другие, да, мужчины, какие-то другие дети, да, что с кем-то другим я могу быть. 31 год брака. И я продолжаю верить в это безумие. Мне как-то муж спросил, да, дорогая, каково тебе быть моей женой? А я говорю, я не знаю, как это по-другому. Мы в 20 лет поженились, дали мне 51 год. Я не знаю, как не быть его женой, но моя голова все время рассказывает, что я с каким-то другим мужчиной буду более счастлива. Бред полный вообще, я просто сегодня не слушаю эти песни. Как-то мне после спикерского задали вопрос, а что вы делаете, когда понимаете, что муж не оправдывает ваши ожидания, да? и я так стала фантазировать, да? А вот и правда, ну вот, ну я же больной человек, и болезнь меня все время подсаживает, да? Что я живу, что я не люблю его, что это уже, блин, все это какой-то кошмар, и все это все часто чертела, как мне все это надоело, я хочу быть свободной. Какая Валька счастливая, как я ей завидую, я завидую Грише, Саше, блин, они сами могут жить, понимаете? А я, блин, мне все, я завишу от этих людей, да? Я прихожу к мужу, говорю, блин, мне купили билеты, да? Я там, меня зовут в другой город, блядь, он не радуется, понимаете? Он расстраивается, и я прям, ну неужели ты не понимаешь, ну это же надо, ну я же, стоп, твою мать, что, куда ты понеслась, тебя отпускают, скажи спасибо, будь благодарна за то, ну и, короче, я подумала, ладно, окей, у меня, в общем-то, в голове есть некое представление о том, каким должен быть мужчина, оно было сформировано в течение всей моей жизни. Мой муж никогда не соответствовал этому, никогда, блядь, он обувь не чистит, он мусор не выносит, он в театр не ходит со мной, он не такой, я подумала, да, окей, хорошо, давайте пофантазируем, представим, что я пойду по этому миру, да, и пойду и поищу мужчину, который соответствует этому образу. На минуточку, это образ, рожденный моей головой, этого мужчины может не существовать на этом свете. Ладно, хорошо, Бог великий, предположим, что я найду этого мужчину. Слушайте, я-то ему на хрена. Ну, абсолютное безумие, да, я почему-то думаю, что я могу составить счастье каком-то абсолютный бред, полный, блин, вот это вот безумие, я живу рядом с мужем, который любит меня, который заботится обо мне. Мне, кстати, страшно повезло, мой муж однолюб, и у меня никогда не было повода подозревать его, и он все время говорит мне о том, как он любит меня, да, а я говорю, блин, завидую тебе, круто. Сволочь-то еще, да? Вот, поэтому, давайте по-честному, если я приняла решение, что я сегодня живу с этим человеком, то это мое добровольное решение, он мне за это ничего не должен, и я учусь считаться с ним, я никогда этого не делала, я всегда любила театр, как я раньше ходила в театр, я звонила своему мужу и говорила, такого-то числа мы идем с тобой туда-то. Мне в голову не приходилось задать ему вопрос, да? Дальше, мой муж всегда работает, в офисе, рабочий день, да? Я всех прихожу раньше, я даю ему заранее билет, говорю, только не опаздывай, я прихожу, сажусь, я сижу в портере, я начинаю нервничать, я говорю, блин, ну где ты, ну где ты, ну что ты опаздываешься, блин, уже два звонка, уже три звонка, да, на последнем флажке открывается дверь, прибегает мой муж, потный и мокрый, падает в это кресло, я думаю, хорошо, успела, блин, ну это издевательство, я так сегодня не делаю, сегодня я покупаю билеты в театр и говорю своему мужу, дорогой, у меня есть два билета туда-то, хочешь со мной сходить? Или я схожу с кем-то другим? И мне в голову не придет за него ответить, да? Я потому что я сегодня прекрасно могу сходить в театр со своей подругой, мне не надо сегодня этого. Дальше то, что сказала, да, Валя, у меня есть какие-то личные пристрастия, интересы, например, я очень люблю природу, в Москве есть ботанический сад, аптекарский огород в центре Москвы на проспекте мира, у меня как у многодетных туда бесплатный вход, мне очень хочется сюда попасть, там сейчас такие тюльпаны, такие нарциссы, я прямо умираю, у меня нет времени вообще, потому что я занята очень в этом спонсорстве, да? 9 мая, я просыпаюсь, я прямо понимаю, вот если я сейчас не схожу туда, я эти тюльпаны не увижу, они довольно быстро отцветают, да? И я говорю, ребят, я очень хочу сходить в ботанический сад, сын говорит, только не ботанический сад, я говорю, окей, я поеду, да? А потом позвоню вам, все, и я спокойно выхожу из дома и еду в ботанический сад. Мне хватает полчаса, на самом деле, это не так уж и много, я же на целый день, ну погуляла, понюхала, ну получила удовольствие, это пища для души, для души, понимаете, потому что настроенное заболевание, больные физически, психически, духовно, и сегодня моя ответственность кормить все вот эти три части моей болезни, да, давать себе возможность. Вот, и я звоню мужу, говорю, ты где? Он говорит, а мы поехали там с Тихоном, есть такой сад Баумана, да, на Курской, две станции метро. Я говорю, окей, я сейчас к вам приеду. И я приезжаю с ними, к ним, да, и мы до восьми вечера вместе, и мы проводим этот день прекрасно. Сегодня я могу себе это позволить, понимаете? Тем более, что мне никто-то и не говорит, не смей туда ехать, ты что с ума сошла, что ты поедешь без нас, да? Я сегодня вижу этот мир в реальном цвете. Я сегодня понимаю, что мои близкие, они радуются за меня. Они могут, да, они отпускают. Когда мой муж говорит, поеду я на группу пораньше, зайду, поиграю в бильярд, я радуюсь за него, здорово, отлично, конечно, поиграю в бильярд. Мне хорошо, когда им хорошо. И я сегодня не давлю, да, и я правда отпускаю, и мой муж, свободный человек, и он сам решает, как ему строить свою жизнь. Спасибо, что ставит меня в известность. Это моя новая позиция. И вот с таким взглядом на мир можно жить. Спасибо, что проснулся. Обед!